Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Суета. В жизни прежде искать надо, где живет в душе отрада, а все остальное, земное, приложится и притом очень приумножится. Ибо многие в народе суетятся в огороде, а иные в своем доме, как бы в грязном водоеме, суетятся до полночи, ослепляя свои очи, а иные совсем халатно, а суетились, ну и ладно. Целый день, как утром, встали, Слово Божие не читали, все телесно, все о плоти, в грехе тонут, как в болоте. Слово Божие не читают, в Царстве Божием быть желают, но к Христу не прибегают, полноты не достигают, и за все свои года не приносит Он плода. Утром некогда молиться, много дел, Он суетится, и обед уже подходит, в суете весь день проходит. Солнце стало садиться, сердце стало томиться. Ну, когда теперь склоняться, когда надо управляться? Целый день Он суетился, изнемог и утомился. Нету сил уже склониться, надо лёжа помолиться. Ну, а лёг и не проснулся, лишь на утро он очнулся, а проснувшись, не умывшись, вышел с хаты, не помолившись. И куда сей человек? Ни горячий, ни холоден, в суете прожил свой век, он для Царствия негоден. День за днём и воскресенье не бывает он в общении. Он уходит на базар подыскать себе товар, одевается прилично, на земле живёт отлично, только мыслит о телесном, не мечтает о небесном, только плоть свою лелеет, но о душу не жалеет. Редко даже в воскресенье навещает он общение. Принесу дома моления, и милосердный мой услышит, и пошлёт благословения. Бывает тихая погода, нельзя бросить огорода, собрать вовремя доход, ибо день прокормит год. И так много дел наружних для души совсем ненужных. Он поэтому слабеет, что о вечности не радеет. Очень многие на свете одобряют суету, попадают часто в сети, погружаются в дремоту. Кто в свой век свой суетился, было время не молился. Для души он не постился, он для царствия не годится. Царствие Божие лишь тому, кто сподобится ему. Для того, чтобы быть Христовым, надо быть всегда готовым. Друзья, суета – большое дело, это горе велико. Ну а как от него избавиться? Друзья, надо покаяться. Аминь.